Хочешь получить под завязку золото или крутой премиум танк себе на аккаунт за 149 рублей? Твоя интуиция знает, в каком из пяти контейнеров лежит самый лучший приз. Испытай себя на VODKIT.RU. Ссылка в описании. В этом видео разогревается немного голды. Для участия нужно поставить лайк, подписаться на канал и написать свой ID вконтакте под этим видео в комментариях. Ну и если нету ID, просто ник игровой. Также досмотри видео до конца. В зависимости от просмотров будет разыграно от 1 до 3 призов голдовых. Всем привет, с вами Маракаси. Как вы наверняка слышали, киберспорт умер. Какая потеря. Но, как говорят, то, что мертво, умереть не может. Это действительно так. Весь этот киберспорт, это была изначально искусственно поддерживаемая херня. Но речь сегодня не об этом. У меня есть инсайдерская инфа о том, как в дальнейшем может повернуться развитие игры. У меня для вас вопрос. Ты любишь кланы? Не многие ответят, да, я думаю. Статистика говорит, что лишь 5% участвует в клановых активностях. Остальным же пофиг на это все. В большинстве своем кланы это напыщенное ЧСВшное руководство. Есть даже кланы, которые держатся чисто на финансовой составляющей. Представляете, эти додики вкладывают рядные деньги в поддержание клана, чтобы оттуда все не разбежались, как крысы с тонущего корабля. Статисты работают за деньги. Никаких общих интересов у ребят. Ничего общего. Лишь бизнес. Это всего лишь бизнес. ЧСВшные генералы-школьники, которые считают, что они все знают в тактике. И они пупы земли. Делай то, делай и это. Короче, ну и фигня полная. Кому это все сдалось? Это вся санина, которая никому уже и не нужна. Большинство игроков идут в кланы не ради веселья и приятного времяпрепровождения, а чтобы зарабатывать голды и играть с клановыми резервами. И то это только 3% от всех игроков. Представляете, большинство же слабеньких кланов еле выживает, иногда выкрадывая крохи с барского стола. Неплохие игроки, может и не супер статистикой, уже взрослые мужики, работающие даже с детьми, слушают прыщавого школьника-генерала, у которого ЧСВ уже далеко выше орбиты. Картоха всеми силами в очередной раз пытается вдохнуть жизнь в эту высохшую мумию. Но все это тщетно. Танки 10 уровня, при этом имбовые в кланах. Но это все равно не помогает. Люди все равно с большим трудом в эту клановую всю фигню вмешиваются, и то потом не могут отмыться и забыть все это. Уже всем нормальным пацанам давно понятно, что это разводы тупых школотронов, для тех, кому нравится быть половой тряпкой и слушать прыщавых школьников. Да, не спорю, есть хорошие кланы, которые объединены общими интересами, принципами. Они не ради денег, они ради веселого общения лампового. Они ради души, Карл. Но таких кланов единицы. Да и как правило, у таких игроков редко стата выше зеленого. Наверное, кто-то скажет, стоп, 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 Маракаси, а как же твой клан? Мой клан, ребята, из разряда фанового. Я приглашаю игроков обычных, с обычной статистикой. Ну, не новичков там, конечно. Кстати, ссылка на мой клан в описании. Если что, подавайте заявку через военкомат. У нас нет никаких обязанностей, бро. Мы все свободны. Хочешь в укреп поиграй, хочешь общайся, хочешь в рандоме. Это фридом, бро. Ладно, что-то я заболтался. Ты же, мой друг, хочешь услышать, что же будет дальше? Картоха в 2018 наконец-то осознала, что эта игра практически не социальная. Тут большинство соло игроков. Ну, некоторые взводом любят поиграть. Так зачем стараться ради кучки статистов, которых всего-то 3%, а то и меньше? И они выгребают еще к тому же голду из кланов, что снижает доход картохи. Кланы это следующее, что умрет в танках. Опять хочется сказать про то, что мертво, то, ну, ладно, не буду. Конечно, кланы останутся, но ресурсов на них тратиться будет очень мало. Пускай эти статисты шпехуются там, как хотят. Даже ранговые бои и то более популярны, потому что в них может поиграть любой. Соло игрок с любой статистикой. Ну да, не у всех, конечно, получится. Наверное, многие подумают, что я против социального развития игры. Нет, бро, я только за. Играть с друзьями весело и интересно. Но спроси себя, ты реально думаешь, что 99% кланов именно такие фановые и интересные, а не унылые и задротские? Можно играть взводом и с друзьями, это интересней, конечно же. Но это можно легко сделать и взводом, или в командных боях. Посмотрите на этот красивейший ангар из патча 1.0. Жалко, не все смогут его оценить во всей красе. Но не у всех, к сожалению, потянет комп. Солдаты, шастающие туда-сюда и занимающиеся своей деятельностью. Проезжающие мимо грозовики с припасами и снаряжением. Палатки. Бро, ты действительно думаешь, что картоха так запарилась, чтобы пустить пыль в глаза? Вот что я тебе скажу, друг мой. Это будущее игры. Ты это не видишь разве, приятель? Присмотрись внимательнее. Видишь? Вот там будет твой склад с припасами. Ты сможешь его улучшать, тем самым увеличивать количество снарядов в танках. Вот там госпиталь, чтобы лечить раненых танкистов. А вот там завод, где можно починить, раскрасить свой танк и добавить на него всякие детали. Это именно так. Это ангар 2.0, бро. Теперь не нужно эти ссанные укреп-районы. Это прошлый век. Теперь ты сможешь замутить свой блэк-джек с танкистками. Увы, ах, но это только все обсуждается пока что. Но мы, ребята, хотим этого. Я хочу это. Ты хочешь этого. Мы соло-игроки. Мы делаем картохи онлайн. Пускай к нам относятся с уважением. Почему мы должны запариваться с этой статистикой, чтобы попасть в топ-клан? Сидеть в этих чмошных кланах потом, потакая всяким прыщавым школьникам и псевдо-статистам. Если мы можем замутить свой ангар со своим укреп-районом и сами его развивать. Для этого тебе всего лишь нужно поставить лайк, бро, под этим видео. Всего лишь лайк. И желательно рассказать друзьям об этой идее. Это и правда пока в обсуждении. Но нам нужно реально донести разработчикам эту мысль. Что нам хочется свой ангар. Мы хотим его развивать. На самом деле все уже было готово. Бро, неужели ты не видел эту идею? Она была прямо у тебя перед глазами. Все это время. Картоха уже это все вела давным-давно. Вспомни, товарищ. Помнишь? На Новый год. Ёлка, дом, фонари. Помнишь, старина? Помнишь, как было это все весело и самое главное выгодно. Играть в рандоме было. Так вот, статисты у нас это все забрали. Они сидят и дрочат целыми сутками в этих кланах, пока мы, заводчане, после тяжелой работы пытаемся урвать удвоенный опыт. После работы. Но все тщетно. Бесконечные сливы. Насток танки. Боль. Страдания. Вот это все ломает нас, дружи. Мы портим ежедневно свои нервы. Тратим остатки своей молодости. А картоха тем временем раздает танки 10 уровня с задротским статистом. Нет, бро. Ты не подумай. Если у тебя хорошая стата, ты молодец. Я не говорю на тебя. Под статистами я вижу людей, которые вопу готовы дать за клановые резервы и кропат голды, которые уже давно потеряли честь и достоинство. И слепо выполняют приказы свихнувшегося школьника генерала. В надежде, что им перепадет хоть что-то. Ты слышишь, приятель? Мы не станем с тобой такими. Держись, бро. Я с тобой. Вместе мы построим свою идеальную игру. Главное отстаивать свои идеи и интересы. В компании тоже идут споры. Тоже крутится эта идея. Тоже есть ее сторонники. Я знаю. Но они даже не знают, те, кто против этой идеи. Насколько важно это для нас, товарищи. Сколько нас. Давайте покажем это. Для обычных работяг, которые подняли эту игру с колен. Это крайне важно. Я, например, мечтаю строить свой ангар. Всякие там строения, которые будут улучшать мне опыт. Там серебро и так далее. Ну и давайте всякие плюшечки. Это же просто крутая идея. Если ты действительно за, то поддержи лайком. Ну и спасибо тебе за то, что досмотрел до конца. Это очень важно для меня. Видео сделано немного в другой манере. Не как обычно. Но пиши, как тебе. Желаю тебе всего наилучшего. Хорошего тебе настроения. Хорошего тебе дня. До скорых встреч. Пока.